Девушки отдыхают Волна жизни, включающая в себя минеральное, растительное, животное и человеческое царство, обходят глобусы от А до З в течение Манвантары 7 раз, делая так называемые 7 больших кругов. В это время на вспыхивающих попеременно жизнью глобусов происходят свои 7, но уже малых кругов, 7 циклов планетной эволюции. Для того, чтобы увидеть все особенности движения волны в первом большом круге, обусловим графическую часть. Прежде всего, впустим по кругу пока только одно из волн. Ее беговую дорожку разобьем на 7 полос. Та, у которой диаметр наименьший будет полосой первого класса. Соответственно, расположатся и полосы остальных классов. Понятно, что на классы делится любая волна. Это 7 классов минерального, растительного, животного царства. 7 классов человеческих манав. Или в дальнейшем в следующих кругах 7 человеческих рас. Эти графические условия позволили показать, что первый класс приходит на любой из глобусов в первом, а седьмой, соответственно, последний. Кроме того, расположив беговую дорожку только на половинках глобусов, мы получили возможность изобразить графические малые круги. Они, конечно, будут находиться в пространстве глобуса. Вот первый малый круг, соответственно, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Известно, что первый малый круг короче по времени седьмого. Выбранная графика позволила выполнить и это условие. Теперь можно перейти к особенностям движения волны жизни в первом круге. Когда жизненный импульс достигает планеты А земной цепи, в туманности солнечной цепи образуется солнце. Хотя на экране мы видим солнечную туманность и образующиеся в ней планеты, они не обязательно будут относиться к нашей земной цепи. В первом круге для земной цепи происходят невидимые процессы. Следовательно, три царства элементалов сил природы совершают свою работу. Они устанавливают гравитационные центры будущих планет и закручивают пока невидимую материю, увлекая за собой киотные части. При завершении трех эволюции начинает формироваться эссиальная планета. Эссиция мы видим наших чувств. За всегда невидимыми для нас царствами идет следующая волна. Волна минерального царства. Пройдя свои семь циклов эволюции, по завершении седьмого цикла или круга, она, подобно воде, переполнившей сосуд, перетекает на глобус Б. Одновременно с этим на глобус А вступает в первый круг первых влах растительного царства. Так происходит каждый раз. Седьмой круг заканчивается, начинается первый. Для следующего царства. Обратите внимание на движение волны человеческого царства. Анимация предусмотрена продолжительность существования человека на семи планетах. Она находится в пропорции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вернемся к глобусу А. Волна минерального царства покидает его. Глобус входит в обскурацию. Началом засыпания послужил уход человеческого царства, потянувшего за собой жизненный поток. С момента, когда человеческое царство приходит на глобус Д, в нашу землю, движение волны жизни меняется. Если три царства в первой половине Манавантара опережали движение четвертого человеческого, то во второй половине развитие человеческого ускоряется. Ускоряется так, что растительное и животное царство заканчивает свою эволюцию родов и видов, когда человек достигает высшего развития в седьмой расе, в седьмом малом круге на глобусе З. Первый круг завершен. Покинув глобус З, человек остается в межциклической сфере. Все семь глобусов будут ждать его, пока новый импульс не содрогнет цель. Подобные периоды покоя продолжаются до седьмого большого круга. В этом последнем круге, когда первые человеческие Манады уйдут с глобуса З в Нирван, глобус А начнет разрушаться. По всей видимости, к этому времени три элементарных царства, образовавших тонкие тела планеты и гравитационные центры, оставят распадаться безжизненное тело. Все принципы глобуса А, как и остальных планет, будут переданы новому оккультному центру, так называемому Лайо-центру будущей цепи. Закончилась солнечная Манадара. Она длилась 311 триллионов лет. Теперь планеты и два движутся в пространстве. Они угасают одна за другой, подобно лампе, которую рука слуги забыла наполнить. Солнце мерцает и потухает. Материя идет к растворению, и Брахма вновь погружается в Диас, непроявленного Бога, исполнив свою задачу, засыпая. Прошел еще один день, наступила ночь, и она будет длиться до будущей заре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова